Реформы не могут быть быстрыми. Фактически их проведение началось после парламентских выборов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу. Голосование коррупции не означает просто голосование за антикоррупционное бюро или голосование за законы по борьбе с коррупцией. Коррупция имеет конкретное название, конкретное имя и конкретная людина, которая должна сидеть в въезднице. Хабарник, прокурор, судья, милиционер. Кроме того, сегодня президент соберет военный кабинет. Будут приняты важные решения относительно ситуации на Донбассе. Петр Порошенко отметил, несмотря на то, что артиллерийские обстрелы пока не идут, атаки с применением стрелкового оружия не прекращаются. Диверсанты также не прекратили свою деятельность. По словам Порошенко, он дал поручение силовикам укрепить всю линию фронта и создать три линии обороны. На саммите в июне лидеры стран ЕС обсудят идею о создании объединенных вооруженных сил. Ее ранее озвучил глава Еврокомиссии Жан-Клод Тинкер. Создание общей армии помогло бы Евросоюзу экономить более 100 миллиардов евро ежегодно. Кроме того, объединенная армия должна была бы показать России, что Европа готова защищать свои ценности. Но проекта таких вооруженных сил еще нет, ничего неизвестно ни об их структуре, ни о задании. Неизвестно, как эта армия будет сотрудничать с войсками НАТО. А пока в Европе думают над общей армией, Соединенные Штаты Америки организуют мировой саммит, чтобы обсудить развитие мировозворческой деятельности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр. Обсуждение инициативы состоится в сентябре в Нью-Йорке по случаю 73-я создания организации. Пауэр отметила, президент США Обама созывает саммит мировых лидеров, чтобы определить новые пути и обязательства. Дипломат также сообщила, в конце марта начальники генеральных штабов из сотни с лишним стран впервые соберутся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить вопрос укрепления миротворчества. В Аргентине в ходе съемок популярного шоу погибли 10 человек, 8 граждан Франции и 2 аргентинских пилота. Инцидент произошел в тысячах километрах от Буйна-Сайроса. Среди погибших трое известных французских спортсменов – яхтсменка Флоран Сарто, пловчиха Ками Мюфат и боксер Алексис Вастин. Мюфат выиграла три медали на Лондонской Олимпиаде 2012 года, а Вастин завоевал бронзу в Пекине в 2008 году. В телешоу «Дропт» на телеканале ТФ-1 знаменитости высаживают с вертолета в отдаленных районах, а затем показывают их попытки добыть пищу и кров. Причины катастрофы пока не ясны. Погодные условия в этом районе были благоприятные. Необычный бар открылся в старом бомбоубежище в столице Великобритании. Авторы идеи придумали свою тематическую легенду. Лондон – 1946 год. Только закончилась война. Продукты и напитки в дефиците, но люди ищут возможность отдохнуть. Группа подпольщиков открывает бар на заброшенной станции метро, которая еще недавно служила бомбоубежищем. Называется заведение «Кахутс» – сообщники. «Кахутс» окунает вас в атмосферу бывшего бомбоубежища времен Второй мировой войны на старой станции метро. Многие метростанции в Лондоне использовались как бомбоубежище в то время. Здесь все как сороковые – мебель, музыка и даже некоторые блюда и напитки. Одежда, манеры, а также речь обслуживающего персонала тоже в духе того времени. Это же приветствуется и у посетителей. Создатель бара говорит, на это и рассчитывали. Здесь клиент будто сам становится участником театрализованного представления. В настоящее время есть тренд погружения в театр. Ранее люди ели, пили, после чего шли в театр. Потом они начали наслаждаться театром за едой. И вот теперь они уже хотят сами быть частью театра. Для создателей бара это заведение уже не первое в Лондоне, ставшее своего рода машиной времени. На их счету ночной клуб «Мэггис» выполнен в стиле времен Маргарет Тэтчер. Продолжение следует...